Я еду в дороге вместе с дочерью. У нее сегодня термин, запись к врачу кифа ортопеды. Кифа это как наверное кифа челюстной хирург. Я так наверное понимаю. Точный перевод я не знаю. В комментариях поправьте меня как это называется. Челюстной хирург или это как-то по-другому называется. Года два назад мы были у зубного врача и он дал направление, чтобы дочь обратилась к этому хирургу, хотя я не видела никакой проблемы. Все выглядело хорошо, но он сказал, что надо все-таки обратиться, чтобы врач проверил на всякий случай. И после того, когда мы обратились к врачу, он сказал, что дочери нужно будет вот эти вот самые брикеты. Не знаю как в России, у нас сейчас довольно-таки это модно здесь в Германии. Сначала доче поставили временные брикеты, потом ей поставили постоянные брикеты. Но вот постоянные брикеты, я думаю, наверное, она где-то с год их носила. Значит зубки у нее наглядно стали просто еще лучше, чем были. Хотя я говорю, они выглядели очень хорошо. И значит после того, как сняли ей постоянные, теперь у нее тоже такие съемные, какой-то промежуток ей нужно будет носить их. Значит то, что касается цены этих брикетов, они довольно-таки дорогие. Процедура эта довольно-таки недешевая. Большой процент платит больничная касса, а какой-то маленький процент платит пациент. У нас уже сумма накопилась довольно-таки серьезная. Сегодня я буду говорить неточные суммы, потому что не буду утверждать. Может быть зависимо от того, что сделано будет, или в каком состоянии находится челюсть человека, какое промежуток времени требуется, чтобы все на место опять восстановить, я не могу утверждать. Я только знаю, что вся процедура, по-моему, если я не ошибаюсь, обходится около 3000 евро. И какой-то процент платит пациент. Значит мы заплатили, если я не ошибаюсь, около, наверное, уже 600 или 700 евро. И когда эта вся процедура пройдет, когда уже будет заключительный контрольный осмотр врача, который поставил ей эти брикеты, которые он ей ставил, ее все время это проверял, он тогда сделает заключительный осмотр. И когда он сделает заключительный осмотр, после того можно будет собрать эти все квитки, которые у меня подшиты все в одной папке, и все отослать в больничную кассу. И больничная касса возвращает все, ну всю эту сумму, которую, допустим, мы заплатили. Если же лечение будет прервано, будем называть его лечением, то тогда деньги назад не возвращаются. То есть надо, допустим, у них там есть свои, допустим, как, ну они объясняют, что нужно спать с брикетами, что их обязательно нужно носить, что вот так и так это все надо делать. И вот каждый раз, когда приходит туда дочь, он постоянно смотрит, разговаривает с ней. То есть они не разговаривают с родителями, они разговаривают, то есть врач разговаривает не с родителями, а врач разговаривает с ребенком. И нам, как известно, что дети обманывать практически не умеют, и врач может очень хорошо вычислить, допустим, по лицу. Ты носил брикеты, да, и у ребенка, понятно, что сразу видать, что если он обманывает, и поэтому как бы, ну все у нас идет по плану, все как бы хорошо. Сейчас у нас назначенное время тоже к этому, к врачу. Он такой немногословный, но знает, что он делает. Дочь сейчас в данный момент уже носит съемные брикеты, которые надо носить только, одевать только на ночь, когда идти спать. Но это тоже, я так думаю, что это тоже не очень просто. Но все это как-то, все равно же как-то посторонний какой-то предмет, когда находится вот так вот, спать с посторонними предметами, я думаю, это тоже не очень просто все. Время назначено, мы сейчас туда едем. В этом городке есть такое красивое местечко. Я сегодня обязательно там побуду и хочу показать вам. этот городок, значит, относится к Оснобрюку. Оснобрюк от нас находится где-то, я думаю, в 70 километрах. И вот мне все время интересно, вот когда по этой улице я еду, как далеко стоят дома от дороги. Обычно дома как-то ближе к дороге, а у них они вот как-то дальше от дороги. И улица такая широкая, сама по себе улица широкая, еще и вот велосипедные дорожки, еще и как бы для пешеходов дорожка. Все вообще так выглядит довольно-таки широко и шикарно. потихонечку у нас уже распускаются листики. Уже прям хорошо заметно зеленые листва. Дочь уже большая, пошла сама к врачу. А я иду сейчас здесь, так называемая Лямберштрасса. Здесь есть магазинчики, мне надо еще тут кое-что сделать. Здесь очень ценятся все вот эти вот антиквариаты, вот эти все такие пластинки старинные, вот эти все причиндалы. Вот здесь вот тоже в магазинах витрины такие, они украшают так. Ну это что-то с музыкой связано, магазин. Вот даже какие интересные есть вещички. Старинные, пристаринные. Еще я хочу показать, вот кому-то же интересно вот такие вот вещички создавать. То есть это простое колесо от велосипеда. Вот таким образом, использовав спряжу, его можно украсить. Вот здесь уже по-другому сделано. Еще вот в этом городке везде наставлены лягушки. Обозначение чего я не знаю, как это можно выгрузить. Где-то есть коровы, а здесь лягушки. Наверное, у них лягушек много. И вот такой еще есть велосипед, интересный. Тоже. Получается он тоже весь из пряжи. Даже подножка от велосипеда. То есть каждая спица обвязанная. Как мне, не знаю, но она обвязанная, она не обкрученная, она обвязанная. Даже вот здесь вот как-то крючком походу связана. То есть все вот, интересно, вот сколько же это работы здесь. И сиденья, и даже с таким бантиком. И рама, и педали. Все, лампа обвязана. Так можно сказать, кому-то вот просто нечего было делать, даже так можно сказать. И здесь вот тоже лягушка. Вот такая вот. Интересная очень такая затея. Короче, чтоб велосипеду не было холодно. Здесь даже вот на горшках цветов вот такие вот лягушки тоже вырезанные, наклеенные. Вот тоже лягушка. Что-то написано на ней. Это просто реклама от мороженого. Здесь мороженое продают. Кафетерин. Вот здесь тоже. Везде лягушки. И вот здесь тоже лягушка. Сейчас я пройду туда на площадь. Со всех сторон машины. Вот здесь есть такая скамеечка, типа. И как солнечная батарея сверху. Вот здесь можно заряжать свой сотовый телефон. Вот здесь есть вот это вот гнезышко для кабеля. Либо можно ложить вот сюда. Вот написано. УСП или УСБ, как оно называется. И с другой стороны так же самое. То есть здесь вот так же самое есть заряжатель для сотового телефона. И так же самое можно положить и заряжать. Классно, конечно. Конечно, но если бы здесь не портили. То есть видно, что вот здесь может быть кто-то ногами топтался. Кто-то тут пытался что-то подчеркать. То есть делают все для людей. Но какие-то вещи люди просто не ценят. Это здесь как, типа, я думаю, да, какая-то, видать, кафетерия. Выставила вот столы, стулья. Здесь вот такой вот памятник есть. Такой вот дедок с флагом, с таким, с довольно-таки уже пострадавшим флагом. Сейчас я подойду поближе и посмотрю, что там написано. Здесь вот находится, где-то у них здесь находится ратуша, типа Радхаус, наверное. Так, что здесь написано. Так, 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 так. Вот тут тоже опять сидит знаменитая лягушка. Церковь католическая. Сегодня у нас погода такая не очень солнечная. Дождя вроде бы нету, но все равно небо, оно немножечко такое... Ну, не немножечко, а ножка затянуто все. Все, иду к машине, еду дальше. Увидела такую статуйку тоже. Девочка держит цветочки. Вот. Такой металл. Не глина, а вот просто металл. Чтобы это обозначало. Все, никак не могу привыкнуть. Вот, когда хожу на улице, снимаю, чтобы сделать видео. Ну, вот, реакции людей, как они обращают внимание и смотрят. Не обязательно, чтобы тогда их снимало. Просто вот что-то снимаешь, у них сразу такие лица любопытнее становятся. Или даже, можно сказать, удивители. Или вообще не с пониманием, что типа, э, зачем человек снимает это. Вот, к этому никак, наверное, я все-таки никогда, наверное, не привыкну. И я чувствую себя как-то даже неловко, ловя вот эти вот взгляды людей. Как они смотрят, как они реагируют. Ну, я думаю, к этому, наверное, нужно привыкнуть. Ну, я думаю, к этому. Ну, наше сегодняшнее путешествие подходит к концу. На улице уже вечереет. Нанянчились с малышкой нашей. И едем домой. Сейчас буду монтировать видео, чтобы мы могли его быстрее посмотреть. Продолжение следует...